В 30-е годы зарплата у педагога была значительно выше, чем, к примеру, у руководителя завода. В наши дни ситуация изменилась, однако повышение заработка задача, на которой акцентирует внимание губернатор Алексей Русских. Положительные финансовые изменения коснулись и частного сектора образования. Областное профильное министерство заключило пять соглашений с ульяновскими школами, детскими садами и технопарками. Мы понимаем, что кроме родительских денег они получают еще и наши средства, у них больше возможностей, больше средств, чтобы увеличить заработную плату своим работникам. И если, например, в соседнем детском саду увеличена заработная плата работникам, то, соответственно, они понимают, что им также придется их увеличить, иначе их работник убежит в другой детский садик и просто частный детский садик останется без работников. Аналогичная ситуация и с частными школами. В условиях здоровой конкуренции директора стимулируют педагогов финансово. Как пример, Симбирская гимназия ДАР. Здесь уже сегодня средняя зарплата учителей увеличена на 8%. При этом прибавка мера не вынужденная, а уже систематическая, отмечает директор. Если родители в нас заинтересованы, если дети идут с радостью, конечно, мы вкладываем в основной ресурс. Наши основные ресурсы – это не какие-то интерактивные доски, компьютеры, там еще что-то такое. Основные ресурсы – это учителя. Сейчас в гимназии учится 145 детей. Это на порядок меньше, чем в госшколе. При этом для молодых педагогов такое количество учеников оптимальное. Елена Карасева в роли учителя уже 4 года. Первоначально в ее классе было 4 ребенка, а сейчас 10. Это позволяет максимально сконцентрироваться на каждом, найти подход, улучшить компетенцию, а как следствие и свой доход. Вообще, на мой взгляд, как учитель общества знаний, индексация зарплаты – это всегда позитивно отражается на человеке, потому что у нас у всех есть хобби, мечты, какие-то анимации, которые мы хотим претворить в жизни. Поэтому, наверное, банально будет сказано, но это положительно отражается. Я думаю, что особенно на тех, у кого есть и семьи, например, маленькие дети. Но я лично хобби свои поддерживаю. Работа по повышению заработных плат в регионе будет продолжена. И не только в общеобразовательных учреждениях. Так, с 1 января 2022 года размер должностного оклада работников доп. образования будет увеличен почти на 18%. На это из областного бюджета предусмотрено свыше 400 миллионов рублей.